Многие спрашивают, здравствуйте, мои дорогие, зачем, Алексей, тебе это нужно? Ну, это уже как вторая жизнь, слушать книги и записывать ролики. Красная и черная книга автора Стендаль. И венца изрядно хлебнул, вот этот человек, какой пример для меня, к отличию его. Это выражение Жюльен перенял у старика лекаря. Когда колокола зазвонили с Санктус, Жюльен хотел было надеть стихаль, чтобы принять участие в торжественной процессе, возглавляемой епископом. «А жулики, дорогой мой, а жулики!» — скричал Аббат Шас. «Вы о них не подумали? Все пойдут крестным ходом, церковь останется пустая. Нам с вами придется вот как сторожить. Еще хорошо будет, если мы не досчитаемся потом только одного-двух кусков этой великолепной золотой парчи, который обрит низ пилонов. А ведь это дар госпожи Дарюбампре. Эта парча досталась ей от ее знаменитого предка королевской крови. «Чистейшее золото, дорогой мой!» — восхищенным шепотом добавил Аббат, наклонившись к самому его уху. «Никакой примеси! Я поручаю вам наблюдать за северным крылом, и вы оттуда ни шагу. А я буду смотреть за южным крылом и главным нефом. Да присматривайте хорошенько за исповедальнями. Как раз там-то эти наводчицы с подручной воров и прячутся, и только того и ждут, чтобы к ним спиной повернулись». Едва он успел договорить, как пробило три четверти двенадцатого, и в ту же минуту ударил большой колокол. Он гудел во всю силу. Ему вторили другие колокола. Эти полные торжественные звуки захватили Жюльена. Воображение его словно вырвалось на волю и унеслось далеко от земли. Благоухание ладана и розовых лепестков, которые разбрасывали перед святыми дарами маленькие дети, одетые под Иоанна Крестителя, усиливало это восторженное чувство. Реличественные звуки колокола не должны были бы внушать Жюльену ничего, кроме мысли о том, что это результат работы двадцати человек, которым платят по пятьдесят сантимов, а им помогают, быть может, пятнадцать или двадцать человек из прихожан. Ему следовало бы подумать о том, что веревки изношены, и леса так же, что и колокол сам по себе представляет опасность. Он падает через каждые два столетия. Не мешало бы ему рассудить и о том, нельзя ли как-нибудь урезать вознаграждение звонарям или уплачивать им за труд индульгенциями, либо какой-нибудь иной милостью от щедрот церкви, дабы не истощать ее казны. Но вместо того, чтобы предаваться столь мудрым размышлениям, душа Жюльена, подхваченная этими полными и мужественными звуками, носилась в заоблачных просторах воображения. Никогда не получится из него ни хорошего священника, ни дельного начальника. Что может выйти путного из душ, способных так восторгаться, разве что какой-нибудь художник? И вот тут-то самонадеянность Жюльена и обнаруживается во всей своей наготе. Наверное, уж не менее полсотни из его семинарских товарищей, напуганных народной ненавистью и якобинством, которым их вечно пугают, внушая им, что оно гнездится чуть ли не за каждым плетнем, научились как следует разбираться в действительности. И, услышав большой соборный колокол, не подумали бы ни о чем другом, кроме того, какое жалование платят звонарю. Они стали бы высчитывать с гениальностью Барема, стоит ли степень умиления молящихся тех денег, которые приходится выплачивать звонарям. Барем умер в 1709 году, автор учебника элементарной арифметики, настолько распространенного в преподавании, что имя составителя стало нарицательным. Искусство Барема, то есть арифметика или наука счета. Примечание редакции. Но если бы Жюльену и пришло в голову задуматься о материале... Счастья, удачи, любви и успехов. Пока-пока, до скорых встреч.